приветствую всех коллеги приветствую всех кто смотрит в режиме онлайн нас сегодня на самом деле немного бывало и побольше но тем не менее да ребята которые смотрят утренний брифинг режим онлайн имеет возможность задать вопросы напрямую получить ответ собственно прямую вот ну и конечно спасибо всем тем кто ставит лайки пишет комментарии ко всем брифинг которые у нас который я провожу сегодня 28 февраля меня зовут марченко юрий сегодня у нас среда сегодня работаем по распространению среды но к сожалению ни вебинара ни стрима сегодня ничего нету однако сегодня на своем канале я опубликую небольшую вырезку скажем так то вчерашнего торгового стрима спасибо всем кто принимал участие восьмиминутный ролик где вы посмотрите что собственно грязь себя представляет этот торговый стрим ну и там была собственно хорошая позиция по покупке на доллар рубля которая дала 250 пунктов но на самом деле она еще там потом сверху накинула 400 вот но забрать смогли смог я только 250 пунктов но об этом мы еще с вами поговорим сегодня последний день месяца поэтому ребят которых есть профит советую не залазить к ним отношусь в рынок да не залазить к ним отношусь я мы сегодня коротко расскажу о результатах ну а в принципе торговые идеи конечно же сгенерируем как и всегда начнем с экономического календаря сегодня у нас в последний день так 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 что у нас то сегодня у нас то на что стоит обратить внимание на российской бирже это сбербанк финансовые результаты за семнадцатый год по отчетам мсфо публикуется ну надо посмотреть в принципе да почитать может что-то новое там но не нового может это все как позитивно эту сбербанк у нас мы вообще просто ракета последние несколько дней демонстрировал из рынка форекс да из валютного рынка мы сами можем увидеть сегодня так среду полностью ничего важного нету у нас по моему все основное зацеплено на на четверг вчера кстати было получается первая речь первая речь официальная речь нового фрс но вот видите рынке рынок отреагировал интересно я не смотрел я не считаю необходимым индекс потребительских цен прогнозируется 1 и 2 сегодня в 13.00 еврозоне стоит посмотреть ждут получается как бы снижение да но при всем при этом именно уровень инфляции является камнем преткновения для европейского социального банка однако не думаю что у марио драги там будет а что-то предпринимать просто потому что мы увидим фактическое значение но посмотреть стоит 13.00 сегодня мод 13.00 москвы на европейском рынке надо посмотреть в сша в 16.30 публикуется ввп четвертый квартал это данные уточненные они обычно отреагируют ну реагируют достаточно слабее чем предварительные которые публиковались месяц назад примерно вот но тоже посмотреть стоит 16.30 глянем каких-то потрясений ждать не придется сырая нефть понятно индекс активности в чикаго понятно так ну в общем то все значит у нас в 13 европа в 16.30 сша и сберечь до открытия это то на что стоит обращать внимание да привет из ярославля второй раз за три месяца смотрю онлайн живем по московскому времени ну вы просто вообще помню меня спрашивают за вчера почему два раз спросили в какое время публикуется дан понятно чтобы что сочет смотрит на записи но чтобы принять участие в утренние брифики в режиме онлайн вам нужно зайти на сайт rain-floor.net в 3 часа 40 минут москвы причем не три дня а три ночи вот либо собственно раздела то же самое через канал youtube кстати советую всем кому интересно подписываться ставить такое там есть колокольчик и тогда уведомление вам будут приходить по моему даже на почту да ну поехали значит обещал показать маленечко по результатам давайте я вам так сказать озвучу значит счет на сайте rain-floor.net есть таблички в которых публикуются открытые позиции это таблички сделаны с помощью ресурса my fx book он не публичный он закрыт на самом деле дает она этот отчет я этот отчет делали в основном для себя для того чтобы потом делать как сказать отчеты более ну как-то презентабельно до своего рода но вот ссылку на этот сигналы я вам не дам однозначно однако мы сегодня с вами подведем некий итог даже я его звучит так на самом деле но такой а более чем скромный как я уже сказал есть небольшая жидкая скажем так прибыль который не хочет потерять по этому торговлю я на сегодня все значит счета 2 первый из них это счет по результатам брифинга дамы за февраль закрыли все идеи которые были по брифингу на закрылись у нас в соотношении 1 21 процент прибыли вот в основном конечно работали на фунте получается да у нас отнял деньги европейская валюта и на странице мы стреляем очень хорошо по сравнению с предыдущим месяцем это конечно полный крах но в принципе это больше нуля что собственно говоря и приятно а вот идея позиционные внутридневные здесь сожалению минус 0 97 то есть практически минус 1 процент в основном шартили и в основном европейская валюта соотношение лос профит вроде бы выдержанный но все равно тем не менее мы видим некую такую катастрофу плюс здесь минус здесь и в принципе если смотреть по всему портфелю то за по этим да по приростам вот этот сначала год вообще сначала счета да то есть прирост составил 12 процентов 65 в долларом выражении это порядка там тысячи баксов на самом деле допустим не такие там какие-то космические вот но в результат здесь так а где а где где а вот в этом месяце он оказался плюсовой то есть но плюс 0 22 процента вот так то то есть не фантастика какая-то вот такая вот но месяц был сложный на самом деле много за флот для особенно середине месяца да ну вот это мои результаты результаты по счетам находящихся правлением немножечко там другие они точной копии в этом плане нет кому-то повезло больше кому-то меньше скажем так поэтому результаты маленько смазаны теперь по рынку давайте приближимся ну европейская валюта в принципе мы ждали инициативу вверх она у нас не получилось да мы с вами стримили вот в этот пример на момент и видели импульс ждали сми инициативы она стоялась очень красиво все состоялось то есть уверенное движение вниз которые ждали небольшой отскок и да и движение вниз собственно игра продолжить поэтому день был трендовый а я на этом не принимал участие ну вот что будет собственно раз этой валюты дальше давайте смотрим рыночный сантимент как всегда да мы с вами пришли упали упали очень глубоко упали глубоко в эту зону на самом деле она у нас принципе так сказать под вопросом теперь то есть они не двигаемся мы мы с вами вниз уверенно хочется обратить ваше внимание что мы закрылись практически в минимум дня практически достаточно часто после этого движения вниз остается без всякой коррекции каких-то конкретных стопов здесь честно говоря не видно также как и не видно каких-то застрявших покупателей продавцов на то есть как-то все чинно благородно завалились да люди остались в позиции имеется ввиду ванговый да ну вот на всем этом падении как-то особо-то и не наторговались как-то особо-то и не наторговались а по кластерам ну а примерно то же самое да то есть проявление инициативы вверх у нас не было было движуха вниз ну я бы честно говоря продолжал бы ждать продолжал бы ждать ну вот это мы с вами конечно обновили все таки вот это нам надо как-то вот пробить да с другой стороны мы сами видим что весь объем страдоточен здесь поэтому дождаться откат это было бы правильнее а потом со второго захода пойти зайти вниз но будет ли этот откат или не будет честно говоря не знаю и проблема то все в том что мы закрыли слой дня этого отката может не быть мы можем давать давануть импульс но лучше его ждать и ждать лучше вот в эти кластера потому что они у нас в принципе такие ну достаточно показательные да здесь наверху что то есть но вот этот кластера было бы достаточно безопасно отсюда вывод мы тогда с вами работаем следующем формате это все стираем понятно два сценария да первый из них это ой первый из них это уверенное обновление скажем так лоя то есть вот этого да это 2155 это много конечно вот это объем уже прошли мы его скорее всего обновим вот но по увереннее если уж и говорить да по каким-то там уверенным но не уверенность никакого тем не менее ну вот он объем у нас вырисовывается на форекс получается 22 85 1 22 85 1 23 15 то есть это зону сопротивления попробуем от нее поработать да вот такая вот зона вот такой вот откат может быть еще раз напомню что дванули вниз и закрылись практически все практически внизу поэтому отката может и не быть с другой стороны продавать сейчас по рынку мне кажется это ну в какой степени самоубийство до куда будем двигаться но честно говоря даже если вы додвигаетесь до сегодняшний уже минимум это 2250 да то при таком риске и таком лосе я думаю что это будет нормально а вторая цель наша по движению это вот этот вот объемчик который здесь маячит это 22 15 в принципе туда тоже приехать можно и по соотношению лос профит это тоже будет приемлемый сценарий приемлемый вариант так все фунт доллар аналогичная картина тоже и видели импульс тоже сами в тот момент когда был импульс дали сме инициативу на три дня чтобы шортить это было в стриме и также у меня не было в этом сделке но если ребята какие-то идеи подхватили вы это реально можно было реализовать и привозить в прибыль потому что также кино евре ситуация трендовая нисходящая была что касается рыночного сантимента в целом народ застрял в покупках в продаж в основном в покупках да где-то здесь на торговали здесь внизу в принципе тоже не сказать что какие-то там крутые открытый по ну вот они да за вчерашний день скажу движение внедленно основное но проблема в том что вот это вот страшная вещь я боюсь ну как боюсь да я давно не обращал внимание в кластерах она выглядит вот так то да то здесь у нас очень все очень на благородно здесь даже видно какую-то активность покупательскую возможно тот что-то останавливает я фунт не трогал уже вторую неделю вам его тоже собственно не советую поэтому здесь забор канадский доллар выстрел вверх у нас есть человек который да я еще покажу в комментариях игорь который купил еще на наши прошлые идеи да и там где позакрывали здесь все остальные мы он написал что пока сидит в органском борис то в 100 в безубытке 2665 не просто интересно где это 2665 я так понимаю что он в прибыли в такой в нормальной прибыли с чем собственно говоря его и поздравляю значит что делать дальше движение вверх для нас с вами было основное в принципе мы еще напоминаю да про в лет купать в этом месте но я уже по выходил с этой сделки конечно можно было ждать народ в целом да остается нейтральным то есть он как в покупках так и в продажах цена растет он что покупает что продает открытый интерес при этом не растет просто перекладывают друг на друга инструмент каких-то конкретных стопов нету то есть что-то интересное с точки зрения стопов и пробоя начинается только после этого максимума поэтому здесь в основном ничего ждали что актив может стать в боковик и ждем правильные инициативы инициатива состоялась движение вниз для нас движение основное обращаешь внимание на то когда распределяется объемы даже на дневке то есть мы с вами также киноевре лучше наверное ждать коррекции работать вверх куда может состояться коррекция обращаю внимание что мы закрылись в минимум также да то есть коррекции может не быть никакой первое что бросается в глаза это вот эти вот объемы связанные с продавливанием да скажем так второе это вот эти вот объемы которые связаны ну в какой степени тоже продавлен поэтому здесь идея наверное две ждем откат и в этом всем деле мы рассматриваем с вами так а где это все состоялось ну вот по-хорошему до по-хорошему ждать его где-то примерно здесь это получается 2760 вот а стоп по-хорошему к встать сюда то есть 2715 это много отчет 450 пунктов ну тут можно попробовать либо поусредняться в рамках вот этого накопления до либо можно попробовать зайти не прямо здесь а где-то вот в так называемый поинт в контроле который был да у нас поинт в контроле у нас наверху на самом деле ладно боксе то есть ниже мы упасть вами ну не должны да то есть вниз не ждем ждем куда-то примерно вверх если что внизу стопимся если нету зарабатываем забираем прибыль смысле докуда можем двигаться да но наша ближайшая цель это вот эти вот кластера то есть тут в принципе с потенциалом все нормально 2815 достичь можно все в принципе достижимо работать имеет смысл и даже в рамках интро д и даже в рамках интро д но к сожалению теста может такового не быть да можно попробовать набрать ну ладно пусть будет так я на японская здесь нас позиция позиция шартова осталось на с прошлого дня честно говоря создается желание закрыться в ноль дабы не спорт тот результат который я вам показывал ранее но давайте посмотрим что мы можем с этим собственно говоря сделать сначала сантимент рыночный посмотрим как там народ коротко да у нас зона сопротивления есть у нас есть поддержка и мы с вами вот пытались во всех случаях пытаемся я поработать внутри этого боковика открытый интерес весь здесь сохраняется да то есть ровно вот в этом всем деле то у нас это интерес сохраняется вышли люди в профит за сегодняшнюю ночь то есть те кто за шартили да они начинают выходить в прибыль потому что вчера америка была вот такая вот какая она была есть стопы обращающего внимание над хаем то есть в принципе до них добраться недалеко по из что самое печальное мой стоп находится ровно там же где стопы других участников отсюда выход вывод что наверное лучше валить да потому что ну чё пахнет как-то жареным что касается кластеров сейчас но я бы не сказал что вот на вот этом падение да что вот вчерашнее падение фьючерс фьючерс падал соответственно база актив роз что здесь какая-то была активность связана с удержанием да у нас есть объем здесь и основное это движение как бы вверх она базовом актив вниз но не забываем что у нас здесь есть стопы то есть могут туда вот выступить сможем и там уже может какие-то быть вариации на эту тему поэтому я думаю что здесь лучше пока мы в плюсе убежать либо либо разгрузить позицию таким образом чтобы было не больно вот то есть ну вот как то так а вообще идея на пробой давайте мы сгенерируем то есть у нас фактически с вами есть стопы которые размещаются на расстоянии 107 95 и там было 150 пунктов сейчас 1808 10 да то есть здесь у нас стопики есть чужие не обязательно это стоп лосс это могут быть заявки на buy stop то есть заявки на вход сделку заявки на выход и сделки суть важно но тем не менее здесь имеет смысл выставить отложенный ордер поставить тейк возможно это единственная сделка которая сегодня попробую реализовать потому что отстреливается достаточно хорошо единственный минус этой сделки стоп в полтора раза больше чем-то и профит отсюда все собственно говоря риски австралии двигается вниз его честно говоря ничего но не то чтобы ничего не сдерживает да он так же как и евро двигается уверенно своим последняя преграда осталось мы скорее всего пройдем не знаю сегодня любыми сегодня не хочется здесь продать и застрять каком-то флэте поэтому полная позицию мы видим сами да то есть люди которые уже застряли в таком виде а есть застрявшие покупатели то есть они примерно где то здесь находятся движение вниз получается на сами основное болт стопам но их нету да то есть внизу под этой шпилькой не должны быть их здесь не видно здесь наверное лучше не ждать какого-то сверхотката потому что ну судя по кластерам да потому что он может быть либо сюда либо сюда и вообще сюда да здесь наверное лучше но посидеть маленько на заборе и дождаться инициатива следующий то есть мы должны показать но не мы инструмент должен показать что продавец в теме продавец есть это получается надо увидеть пробой от меточки 77 58 после этого какое-то там закрепление движение вниз дальше можно рассматривать с каким-то там более глобальными целями но боюсь что за сегодня самое главное пробить закрепиться там больше ничего не предпринимать потому что ну так что теперь по другим инструментом какие золото gold comics тикер мы смотрим с вами что так же как и евро на самом деле вот у нас граница нашего контракта имеется ввиду объем на границе контракта да и я думаю что нам надо дождаться его обновления 1308 вот тут это вот отмечка 1308 это место где мы должны пробить это также какие на евре так же кино австралийца мы должны показать какую-то инициативу к сожалению точные стопы здесь показать сложно потому что нет кого пробоя зацепиться не за что будет но на это ориентироваться имеет смысл нефть марки к или она же wti на рынке форекс но мы с вами ждали меня что теста в эту зону вчера в течение дня мы все завалились поэтому сделка открыта на есть ну не на основных счетах понятное дело да стоит ли переживать касаемо этой сделки ну скажем так да есть и причины для переживания то есть и наверху объем скопившийся он достаточно большой жирный с другой стороны если нас выступит то это будет позиционный стоп да то есть этот объем уже не знаем за кем он еще да за покупателем или за продавцом может быть здесь покупатель старился мы можем виниться вверх поэтому если вы риски считали верно и вы находитесь сделки в позиции да вот мы сейчас стать ударе словом ровно в контроль вернее на закрыть то доехать попробовать доехать до нашего профита да это 46 50 можно если стало страшно то полностью выходить не совету наверно лучше разгружать позицию если есть такая возможность нефть марки бренд мы уперлись в объем да вот в этот вот объем он крупный он серьезный но проблема в экспирации даже не столько проблем экспирации сколько в том что все объемы которые могут быть наторгованы это объемы связаны могут быть с ролловером поэтому мы здесь себе еще раз отмечаешься от 6 50 66 ровно как зону поддержки если мы не пройдем вниз тогда на новом контракте который наступит который начнет торговаться завтра мы будем покупать если нет то там уже будем смотреть на объемы нового контракта что он там вырисовывать сегодня данный инструмент торгуется последний день сегодня экспирация поэтому сегодня что сделать точно не залазь сишка то что обстоят что мы говорили это где покупали значит ну был конечно красиво да то есть мы с открытия это уже было в момент торгового стрима мы увидели падение значит а мы тут посмотрели минутки да на этой свечке мы с вами увидели вот такого тут кластер очек который мы прошли откатили и собственно говоря но это был красиво все не посмотрите записи восьмиминутный ролик мы купили по 55 ну я купил по 55 750 тейк был на 56 выставлен на 56 мы приехали хотя говорили в течение стрима что можем дорасти по хорошему и до 55 500 56 500 56 400 я же 400 это вот этот момент да то есть ну я выскочил где-то здесь 400 пунктов еще могло налить поэтому я забрал только треть этого движения что в принципе хорошо что ждать дальше я не знаю честно говоря выдвигали тут версии что там послание федсобранию значит кипиш кипиш туда-сюда там путин начнет там по завтра да у нас до в четверг но я пока в это особо не верю что я верю в то что у нас есть объем в том что у нас есть максимальный 56 600 он начинается поэтому начиная отсюда и заканчивая 57 ровно мы с вами будем искать точку входа в шорт позиции у меня здесь не направлены у меня есть позиция опционная поэтому я буду искать разворот внутри дня где-то здесь можно даже шорты шарты собственно говоря с расчетом на отработку там опционной премии то есть вот для направленной стратегии вот такой сценарий был бы на самом деле неплохо да то есть импульс туда выше мы не должны с вами пойти это понятно да блин а вот поэтому здесь у нас такой крестик импровизированный да что ж такое то а вот ну вот в таком формате мы поработаем цели цели здесь без фанатизма на это стоит обращать внимание вчера вот эта шпилька была не просто так вчера рост вот этого открытого интереса был не просто так поэтому цели до сюда до 56 07 что в принципе 56 100 даже лучше взять что в принципе хорошо потому что ну мне это в принципе достаточно ри ждали коррекцию коррекция состоялась и доехали ровно до нашей цели то есть мы импульсно шагнули под этот кластер на что рассчитывали да то есть видели вот импульс шагнули увидели какой-то откат в эти кластера поэтому поехали вниз отлично но это коррекция и я не продавал том что было страшно это коррекция опять же таки напомню что мы с вами будем делать дальше обращаешь внимание на то что весь объем находится здесь характер движения вниз серьезный поэтому откупать я пока не стал бы мало ли чего но в районе т 129 350 и дону по-хорошему 125 126 по-хорошему да все это поддержка и везде здесь имеет смысл точки входа в покупку искать может быть где-то даже здесь найти кластерах то есть 127 400 то есть речь идет о вот этих вот кластерах которые здесь ну 27 500 которые здесь имеют и место быть расти будем мы с вами до недалеко пока в рамках флэта это 132 300 ну вот такой формат возможен сберечь здесь сегодня отчет в принципе если зашли в позицию остаемся ждем что там нарисуется газпром пошел в коррекцию здесь пока не лезем но я думаю тоже в какой-то момент за флэте вот а вот в т.б. мы с вами до смотрели кластер очек максимальным его сайта игры прошли и я думаю что движение вниз тоже может состояться поэтому в рамках коррекции поработать поработать я думаю да можно то есть продать ну надо понимать что продавая здесь стоп конечно лучше ставить за хаят и профит сюда поэтому поэтому могут быть проблемы связанные с реализации этого да но для тех кто хочет там пощекотать себе нервишки ради бога так ну и давайте по коментам какие есть что там чат мигает значит красавчик начиная с самого первого брифинга отлично спасибо так сказать за преданность пока нас у 700 пунктов не дотянул но половину успел забрать да сегодня наверное вы увидели что на самом деле вы не половины же не забрали всего лишь четверть потому что канаде за вчера очень сильно вырос стал смотреть на рынок по-другому канаде закрылся 1.27 ровно ну замечательно если важно не то что по-другому до важно то чтобы это приносил какой-то результат доллар конец пока сижу стоп лосс будто могут как раз таки рассмотрели игры писал 1.2665 внимание в профите наверное можно в принципе пододвигается стоп лосс частично выходить я думаю этот хайп уже может закончиться ну и по чату дав на сайте нету классный обратный отсчет такие мелочи украшают ну я стараюсь на самом деле еще одна идея вчера мне подкинул вы мне подкидываете много идей на самом деле вчера подкинули еще одну идею по розыгрышу индикаторов я думаю как-нибудь попробую реализовать а разве позавчерашнюю сделку пони вчера на бритни не отменили нет не отменял может быть сказал что там стало страшно и то что там они они пахли здесь жареным это может вам кажется как отменила но я точно знаю что у меня ордер стоит поэтому я не отменял вчера с 26 сделку не вставали в текущей сделке на нашем сайте вчера на бритни все стерли я сам не открыл так что не было подтверждения но не там есть она сделка она у нас мониторинге есть ну знаете как не входили и не входить я про сейчас он с нулем выходить паттерном этой позиции добро спасибо вам вам тоже спасибо пожелание поведение могли бы вы делать паузу пустого как нарисовали сделку с момента вставили галочка по целям люди в онлайн успеют скрины есть запись это раз во вторых скрины публикуются на потенциальные скрины публикуются на ветки на ресурсе shark fix ссылка на эту ветку есть в описании к видео поэтому там посмотрите на сайте на вами не нашли но там их и нет они знаете на сайте по трансляции есть кнопочка называется она что-то типа сейчас я даже попробую найти называется на называется написание торговых идей на сегодня да то есть прям непосредственно под сайтом под трансляцией на страничке трейдинг туда кликайте и там будет пост с этими скринами с небольшими описаниями это дополняющие а вообще если просто я буду буду делать паузу это много займет времени понимаю что полчаса проводить бриф но это тяжело не то чтобы тяжело тяжело слушать я прекрасно понимаю ваше состояние в этом плане ну и все вроде бы все ответил наши коллеги большое спасибо за внимание всем хорошо закрыть этот месяц закрыть эту неделю в том числе значит встречаемся по брифу уже завтра в обычном режиме вот после ухода альфа для резидентов рф может быть брокер с выводом средств на счета в банке рф нет по брокерам ничего абсолютно не посоветую есть меня на это своя концепция поэтому здесь я пас смотрите другие источники нет меня от меня в этом направлении рекомендации не получите все на 7 все пока спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...